В официальной части праздничных торжеств представители администрации Московского района депутаты и горожане возложили цветы и венки к обелиску воинам, павшим в боях за честь, свободу и независимость Родины, которые расположены в сквере микрорайона Южный. Здесь не было длинных речей и громких слов. Брещане пришли поклониться подвигу дедов и прадедов, отстоявших родную землю семь десятилетий назад. Конечно, День Победы – это и день памяти. Памяти тех людей, которые не вернулись с этой жестокой войны. Конечно, в преддверии праздника Дня Победы прежде всего мы здесь собрались, чтобы поздравить наших дорогих и очень сильно уважаемых ветеранов. И пожелать им, наверное, только самое главное одного – это крепкого здоровья и долголетия. Не забыть о подвиге, не дать переписать историю, сохранить завоеванный мир и покой. Сегодня именно эта задача стоит перед поколением наследников Великой Победы. Я знаю, что такое война. Я вам скажу, что я вообще преклоняюсь перед ними, потому что они сделали то, неоценимое вообще для нас, для всех, что мы живем, кушаем спокойно. Вот эта мирная жизнь, которая у нас на наших улицах – это все благодаря им. Потому что вот то, что сейчас на некоторых странах Запада, конкретно там, допустим, в некоторых странах социалистического лагеря, начинается перепись истории уничтожения памятников. Нет, мы должны об этом помнить, говорить, воспитывать, особенно нашу молодежь, чтобы они, значит, везде принимали в этом участие и видели те заслуги наших дедов, прадедов, так сказать, дедов-победителей. В Великой Отечественной войне, ну, по разным источникам, но все равно 25 миллионов унесенных жизней солдат, мирного населения, канцлагерях и так далее. Это, конечно, нельзя забывать. Да и наш народ не забудет, потому что война прошла через каждую семью, и в каждой семье она оставила какой-то след. Вторая часть мероприятия включала в себя выступления творческих коллективов района, а также воинов-десантников 38-й отдельной мобильной бригады, выставку военной техники, конкурсную программу и военно-полевую кухню. Праздничные гуляния продолжались, несмотря на погоду, до позднего вечера.